Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Валерий Соловей, я политолог, живу и работаю в Москве. Хотелось бы, конечно, вас поздравить с первым апреля, но, к сожалению, ситуация не очень позволяет шутить и насмешничать. Есть все основания полагать, что развитие эпидемии будет приносить нам все более драматические, все более опасные и серьезные последствия. И, наверное, как обычно бывает в таких случаях, мы услышим очень в скором времени призывы к национальному единству и сплочению, которые будут исходить со стороны власти. Вам самим решать, как относиться к этим призывам, но я не очень уверен в том, что мы можем сплотиться с крокодилами, и какое единство может быть с теми, кто находится, как мы, в тонущей лодке, и теми, кто предпочитает жить на роскошных яхтах. В конце концов, если от нас хотят единства и сплочения, пусть топ-менеджеры госкорпорации, пусть министры федерального правительства пожертвуют частью своих доходов. Пусть они купят на них аппараты искусственной вентиляции легких, пусть купят оборудование для наших больниц и поликлиник, пусть купят хотя бы маски. Тогда есть шанс, что мы поверим в том, что они с нами едины, и что национальная солидарность и призывы к сплочению – это не пустой звук. Сейчас мы можем надеяться только на себя, на своих родных и близких, и на нашу коллективную солидарность, на нашу совместную способность противостоять общей беде. Нам с вами предстоит пройти между двумя страхами, между двумя крайними точками. С одной стороны, это абсолютное неверие в то, что существует пандемия коронавируса, а с другой стороны, это паника. Паника перед угрозой, которую не видна, не слышна, но которая будто бы разлита в воздухе. Что касается тех, кого можно назвать скептиками или диссидентами в отношении коронавируса, к сожалению, это неизбежная и объективная реальность. По статистике, сейчас коронавирус в настоящее время вышел на первое место по причине смертности среди инфекционных заболеваний. Так что с этим придется считаться. И что касается паники, задача не в том, чтобы избавиться от страхов. Это невозможно. Наша задача в том, чтобы попытаться эти естественные страхи, которые мы все испытываем и не можем не испытывать, перевести в более приемлемую форму. И самое главное, конвертировать, трансформировать в позитивную деятельность, направленную на саморазвитие и главное, в заботу о своих близких, родных и о наших соседях. Когда я сделал свой первый выпуск «Утреннего соловья», я получил очень много замечаний, предложений и прекрасных идей. Но, с сожалению, отмечу, что все эти идеи, почти все, касались того, как можно провести, чем занять свободное время во время карантина. И не было ни одного предложения, ни одной идеи касательно того, как заработать деньги, находясь на карантине. Мне кажется, что это будет главная проблема для нашего карантина и для нас с вами. К сожалению, страна наша находится в таком мизерабельном положении, а люди наши настолько бедны или откровенно нищие, что долгого карантина мы не выдержим. Я думаю, что от силы две недели, и то хорошо, если на две недели у нас хватит денег, хватит средств. По последним социологическим исследованиям, у 60% населения России вообще нет никаких финансовых резервов. Так что необходимость работать и зарабатывать на жизнь – это то, что естественным образом ограничит и строгость карантина, и его продолжительность, не только в Российской Федерации, но и во всех других странах, где запас прочности гораздо выше, чем у нас. Итак, нам предстоит работать. Это означает, нам предстоит нести серьезные риски, связанные с тем, что надо ходить на работу, надо общаться с людьми, надо как-то выживать. Эти риски можно минимизировать, но, к сожалению, их совсем нельзя исключить. Теперь касательно идей и предложений по поводу времяпрепровождения во время карантина. Чем занять свободное время? Из этих идей я вынес одно, я считаю, что это самое главное. Чем бы вы ни занимались, главное, чтобы у вас было антидепрессивное занятие или увлечение. Это могут быть танцы, если, конечно, размеры помещения, где мы проводим карантин, позволяют это. Это может быть музыка, это может быть чтение, прослушивание аудиокниг и, конечно же, умеренная физическая активность. Опять же, если позволяет пространство помещения, где мы находимся, все это очень хорошо, это очень правильно. Главное, не впасть в депрессию. В этом смысле любая антидепрессивная, еще раз подчеркну, активность, поддерживающая нашу психику в эмоционально стабильном состоянии, очень важна. Я считаю ошибочным, если запрет на карантин, а не если уже, когда будут включать посещение парков и лесов. Я объясню, почему. Потому что эта прогулка попала по парку или лесу, она позволяет поддерживать социальную дистанцию, не меньше двух метров и даже больше. У нас места в России, слава богу, пока хватает. И главное, это то, что позволяет снять напряжение, вызванное скучностью, вызванное пребыванием в помещении. И это открывает возможность хотя бы для небольшой, ну в общем, умеренной физической активности. Все хорошо и в меру. Сейчас стало всеобщим поветрием укрепление иммунитета. Иммунитет иметь, это, конечно, очень хорошо. Но я вас прошу, не надо тратить безумные деньги. Вот мне сказали, что килограмм имбиря уже стоит в Москве 7 тысяч рублей. Не стоит тратить безумные деньги и колоссальные усилия на поиски чудодейственных панацеи. Основа любого здорового, хорошего иммунитета, это полноценный сон и полноценное питание. Я понимаю, что не всегда и не все могут себе обеспечить полноценное питание. Давайте хотя бы попробуем тогда высыпаться. И еще раз повторю, не надо покупать за бешеные деньги имбирь. Не надо искать, находить и распространять странные рецепты вроде того, что стоит выпивать каждый день пищевую соду. К сожалению, панацеи от коронавируса нет. И появится она, видимо, прививка еще не скоро. По поводу алкоголя. На сей счет есть разные мнения. Я понимаю, что мой совет, прозвучавший в предшествующем выпуске, понемногу прибухивать, был воспринят в России, в стране довольно сильно пьющей. Некоторыми с непониманием, а некоторыми, возможно, с возмущением. Я еще раз подчеркну. Все нам яд и все лекарство. И дело зависит только от дозы. По крайней мере, ряд исследований, в том числе в Соединенных Штатах, показывает, что умеренное потребление крепкого алкоголя, и они называют, что в первую очередь водки, и лучше всего водки. Американцы об этом говорят. Умеренно это 40-50 миллилитров. Это прекрасная профилактика от коронавируса. Так что решайте по себе. Или можете заниматься медитацией, или пить десятки литров воды с имбирем и лимоном, или выпить немножко крепкого спиртного. Если крепкое спиртное не идет, я думаю, что полстакана вина способны освежить душу и закалить тело. Еще один совет, который я не упомянул в прошлый раз. Я повторю предложение, и даже настойчивую рекомендацию, обзавестись телефонами своих соседей по лестничной площадке, по этажам, с тем, чтобы информировать друг друга о том, что происходит, и по возможности помогать пожилым людям. Но не менее важно наладить гигиену, санитарную гигиену наших лестничных площадок. Крайне желательно их мыть самим, не надеясь на то, что придут уборщицы и за нас вымоют. Потому что чистота это то, чего, в общем-то, коронавирус опасается. Не боится, но опасается. И немного личного. Чем я занимаюсь я лично на карантине? Да, я читаю, но у меня подход к чтению своеобычный. Я читаю одновременно, то есть в течение дня несколько книг. От серьезных книг, я имею в виду научную, академическую литературу, которая нужна мне для моих штудий интеллектуальных, до развлекательных. Я считаю очень полезным сейчас читать развлекательную литературу. Меня развлекают детективы. На фоне того, что происходит в России, даже самый страшный, леденящий душу триллер, это не более, чем комикс. Вечером мы с женой садимся и после ужина выпиваем немного коньяку или вот как вчера выпили немного вина. И разговариваем. Честно признаюсь, что сейчас мы с женой разговариваем гораздо больше. И оживленнее, чем предшествующие месяцы, может быть даже годы нашей жизни. И ситуация к этому способствует. И в заключение я прочитаю несколько строк из книги. Это Синека. Нравственные письма к Луцелию. Это очень подходит для той ситуации, в которой мы с вами сейчас находимся. Отвоюй себя для себя самого. Береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает в пустую. Но позорнее всех потеря по нашей собственной небрежности. Глядись-ка пристальней. Ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую и на безделье. И всю жизнь не на те дела, что нужно. В том-то и беда наша, что смерть мы выйдем впереди, а большая часть ее у нас за плечами. Ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежит смерти. Поступай же так, не упускай ни часу. Удержившись в руках сегодняшний день, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся жизнь не промчится. Вот сейчас у нас есть возможность не откладывать некоторые дела. Или завершить то, что мы давно откладывали. Спасибо большое за то, что вы были со мной, а я остаюсь с вами. Желаю вам здоровья, берегите себя, берегите родных и близких. До встречи.